ребятки hello как говорится приветствуем вас за границей где работает макдональдс и starbucks карты виза и mastercard apple pay магазин adidas и продается туалетная бумага зева находимся в городе алматы казахстан марте-апреле 22 года сюда переехали тысячи наших соотечественников и эта цифра постоянно растет но какие здесь цены прежде всего на гаджеты все-таки мы канал про гаджеты сегодня узнаем и сравним с нашими ценами то к чему обзор поехали мишки макдональдс зайдем посмотрим какие цены в макдаке оставить есть казахских русский английский это очень удобно почти везде даже объявления на казахстанском английском и русском три языка я столкнулся уже с какими-то новинками есть казана есть chicken kazan 1300 тенге ты сейчас вот чизбургер 450 тенге в россии вот сколько биг тесте 1500 тенге вот такие цены в макдаке может покушаем и вкусно пахнет давай по почте без камеры но здесь нужно идти вот прям конкретно сесть и поесть это же удовольствие так идем дальше вообще первое впечатление от алматы очень чисто при этом это не столица ровненький асфальт рыки остановочки не биты объявлений каких дурацких нет на остановках приятнейший городок переехать сюда на выходные или просто переехать стоит подумать ребятка знаете ли вы что тысячи из тех кто переехал в казахстан продолжают работать там где они работали ведь если вы айти специалист зарабатывать можно где угодно кстати зарабатывать 200 тысяч рублей это зарплата тех кто делает мобильные приложения и прямо сейчас такие специалисты очень нужны заходим на сайт университета зерокодинга и вот пожалуйста бесплатно вебинар по этой профессии вы наверняка видели конструкторы сайтов тильда или викс здесь технология работы такая же простая только для приложений научиться зерокодингу можно за несколько недель всего через два месяца вы сможете взяться за новую работу на зарубежных биржах за такое платят от 30 долларов в час то есть 16 тысяч рублей в день неплохо вебинар повторимся совершенно бесплатный эксперты расскажут вам что к чему как искать работу в россии или принимать деньги от иностранных заказчиков зерокодить пока умеет очень многие и для вас это отличный шанс освоить новую профессию и получать достойную оплату специально ссылку же внизу однозначно рекомендуем продолжаем новое здание в разной архитектуре не только в какой-то там с колоннами а вот относительно приятный дизайн и вот вот люди стали курили очень мало курят где бы мы вот не шли практически нет людей которые стоят и курят и это прям классно о смотри раритет какой люди спортом занимается не курят бегают да круто чтоб вы понимали вот такая вот стандартная казахстанская дорога что такое есть велодорожки причем очень широкие и их отгородили от основной части и машины здесь как видите не паркуются в отличие от москвы где прям используются как парковку типа того ребятушки а вы а я скажу сами здесь вы знаете живу под вас подписаны правда да смотрим сегодня где гаджеты покупать не подскажете вот по панфилова плода арбата так там будет сумма его там на первом этаже стоит такие стеклянные знаете как ясно просто не там вот эти ребята они перепродают телефон и они возят напрямую а если вот только русские знать то можно казахстане нормальную жизнь серьезно все русские говорят у нас много меня все друзья казаки они вообще почти что казахстане знают но ребята кто то есть если вы выйдете за алмату да уже на казахстане понятно но сюда приезжают здесь очень тяжело даже самим казахом потому что все разговаривают на русском еще раз спасибо хорошего дня спасибо счастлива зацените дизайн отошли ровно метр от той точки вот окно укрупните пожалуйста укропните что такое вот к ц вот окно крутое смотри видишь лыжами растет где гаджеты покупать давайте ближе к делу куда за айфонами дешевыми тем как то не знаете это что у вас сяоми холлы где покупать холлой сумме да давайте фоткаться спасибо за информацию все хорошо дня спасибо все говорят на русском вот просто все даже молодежь вот мы были в ереване там уже так типа на русском нет не дайте лучше на английском а здесь вот любопытно самокат пока закрыто поехали на такси смотрим у есть тариф попутчик прикинь типа как убер шердов давай попробуем попутчик машине будет еще один пассажир а блин можно занять только одно место давайте к это сам доедешь как-нибудь короче такая опция есть то есть вы садитесь там уже кто-то с вами едет называем эконом так пока ждем давайте посмотрим сколько стоит капучино попить кофейку солидно а чут вас такое здрасте это биндик с лососями офигенно выглядит так с икрой даже нельзя снимать серьезно как вам живется тут нормально все нормально да есть господа большое спасибо хорошего дня все доброго так едет новое такси некая toyota ipsum первый раз такое слышу это чё на здравствуйте что-что совершенно верно скажите можно полюбопытствовать какого года машина раньше делали всего доброго вот транспорт общественный транспорт в алматы вот такие вот прикольные новенькие зеленые автобусы вон там что откуда ты знаешь с кондиционером все автобусы с кондиционером вот знающие люди говорят горы видно иди сюда ты хотел посмотреть ну сегодня так их плохо видно но главная фишка алматы конечно это географическое расположение и пока торговый центр не открылся нас пять минут давайте самые интересные факты о городе пойдем итак алматы также известны как алматы это крупнейший населенный пункт республики казахстан бывшая столица казахстана между прочим до 97 года интересно что до 1921 года этот город назывался верный площадь 683 квадратных километра население почти 2 миллиона человек национальная валюта здесь тенге курс примерно 6 к 1 то есть за 1 рубль дают 6 тенге так вот повторимся главная фишка алматы это еще раз это про сюда это географическое расположение город расположен у подножия гор заилийского алатау все правильно сказал здесь своеобразный довольно мягкий климатический режим даже летом в июле здесь где-то около 25 27 а зимой минус 5 минус 7 однако есть серьезный нюанс хотя мы этого не заметили но вот пишут что здесь непростая экологическая ситуация алматы страдает из-за сильной загазованности воздуха над городом постоянно висит серый смог и когда мы подлетали вчера на самолете я обратил внимание что это смог не смог видимо все таки это был смог город изначально был рассчитан проектировщиками на 400 тысяч жителей напомним сейчас население 2 миллиона человек но 10 утра практически центр вот трафик вот такой несмотря на то что алматы это не столица казахстана тем не не бывшая столица считается что это до сих пор финансовый а также культурный центр страны и когда два года назад мы снимали выпуск про цены в нур-султане ссылка в описании можете посмотреть и многие написали что за хорошими ценами написали нужно ехать не в нур-султан нужно ехать в алматы и вот мы специально приехали сюда более этого в двадцать втором году когда ситуация это ханом вес у него когда ситуация прилично поменялось так что будем сравнивать с текущими ценами апрель-май двадцать второго года 10 утра кирилл пора идем в iphone ты это официальный дилер компании apple по традиции начинаем именно с этого магазина слушай пацаны классно приготовили однозначно рекомендуем какая красота место где работают все магазины здрасте можно ли вас немножко поснимать для себя точно вы первыми кажется apple store ну премиум реселлер где сказали что можно снимать мы посмотрим и не против спасибо большое приятные милейшие люди место называется iphone очень митю так iphone 13 мини сто двадцать двух четыреста двадцать тысяч 990 тенге iphone se 64 гига двести восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто ну и давайте посмотрим тринадцатый про конечно кирилл что скажешь кивенрайс 13 про мини вот мини да мини она тру короче 13 просто это сто двадцать восемь гигов шестьсот шестьдесят четыре тысячи один терабайт девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто тенге а что это вот такой клёвый у вас стоит это компания банкова планка а вот это что это индикатор биосаун 2 миллион 200 990 так давайте спасибо огромное спасибо за адекватные отношения такое прям редко встретишь честно говоря спасибо большое и хорошего дня всего доброго у красота люди ездят на шопинг в дубае время приезжайте в алматы вот пожалуйста ребяшки attention attention магазин левайс сколько стоит футболка левайс 19 990 так мы никуда не уходим я увидел магазин samsung а еще магазин bosch а еще магазин сульпак давай сульпак зайдем сульпак это типа нашего м-видео прям даже дизайн ровно тот же iphone 13 мини 128 гигов 429 тысяч 990 тенге airpods про 124 990 это аэропорт третьего поколения аэропорт второго 63 990 не хочешь серпо цитить вот такие есть nokia 3310 можно nokia с рассрочкой взять 28 990 ой redmi note 11 428 90 по скидочка 99 990 давайте глянем сколько стоит бытовая техника и тельки samsung 70 дюймов и оладите алик samsung 420 1590 тенге и кэшбэк еще 63 тысячи тенге представляете тут можно еще затариться потом на эти деньги а вот гриль на жизнь канал про бытовую технику имейте ввиду гриль bosch 10g 442 15 стоит 82 990 и кэшбэк 20000 тенге почти четверть сумма это кэшбэк представляешь о самокатик на им бот кикскуртер f30 279 990 почему-то без кэшбэка любопытно тут кэшбэка нет классный магазин samsung поем посмотрим трясти так быстро смотрим самсунг s22 128 гигов стоит без рассрочки с 449 990 самсунг s22 128 гигов тихонечко самсунга всегда не рады когда мы тут снимаем с 22 плюс стоит 549 990 8 гигов а еще смотри в подарок суши если брать просрочку дают galaxy a 52 в подарок 128 гигов и galaxy bass pro ничего себе еще и наушники еще один смартфон дадут подарок вот к этому аппарат ребятки санкцион очка смотрите обувь импортная почему кроссовки 51 1990 тенге вот такие вот что за модель модель zx женские какие-нибудь еды ну вот какие-то тут супер старт что-то 62 990 ну и всякие подешевле модели есть стрижка 7000 тенге укладка 5000 детская стрижка 4000 фирменный магазин сяоми там охрана в тихонечко сзади охрана сушить тут нас окружили уже здрасте вы не против спасибо большое нам разрешили нам разрешили здесь здесь нам разрешили все хорошо вот еще и друзей позвал скажите пожалуйста что у вас вот самое дешевое вот это да еще медиаторами 9 так сказать чтобы не тормозило так как минимум родные 9 вот это то есть целом здесь оперативка 2 гигабайт маловато да здесь уже если 128 память здесь 4 гигабайта оперативки это уже более-менее но разница солидная а что это за коптер такой ухты 401 1000 ты видал такое огромное спасибо вам за помощь все выключаем выходим и выключаем классный вас крепеж для наушников конечно давайте так мы шли в apple с казахстан это было час назад мы все еще в него идем спасибо где смартфоны покупать смартфоны в интернете есть площадка такая в основном про такие налоги и то есть там но двуки там брал то есть там есть интернет магазины и там они цены так сказать скидывают но в сумме более менее таким такой же порядок цен и честно давно не было примерно имеет смысл зайти сравнить попробуем спасибо все выпуска алматинские казахстанские цены на вторую часть спасибо какой автопарк ты посмотри audi 80 и мерсик стоит о курящих повторюсь очень мало паре ларек все почем водичка самое дешевое вода которая вижу 160 нг без газа сегодня не ни в коем случае пожалуйста это мы вам мешаем жвачка 215 нг герол холл 195 а вот и оно apple с казахстан здрасте спасибо большое да на здоровье давайте а что это самсунг а чё не iphone серьезно хороший выбор заходим здрасте вы не против точно а где цена по цен нет и тут цен нет простите от а цен только тогда а может сориентируйте просто с почему вас вот ноут 12 айфон хотя дайте лучше лучше 13 13 про 128 веков вы чё все помните что ли серьезно о чем прошло 113 блин вы все цены столь помните свой детенгент вы выдаёте вы наверно продавец года уху и прикреп, хочет себе такой же круто рюкзак сколько стоит 164 900 вы чё прикалываетесь вы и его же на сколько стоит 164 900 это казахстанский бренд делал а как называется бренд жги родной жги родной имейте виду жги родной казахстанский бренд вот такие классные вещи делать но видимо не то много что есть у поезд 5 есть наличие почем 400 3 900 записали еще раз спасибо все хорошо не все добро какие-то все подозрительно вежливы и доброжелательные и на русском говорят дальше по плану магазин с видеокартами называется пульс пульсер пульсер рекомендовали жаре хороший магазин здрасте машина у вас классная get в этом кузове самый лучший get и на автомате у вас еще а бензине подскажите почем сейчас да сколько литра стоит ну вот сейчас 215 95 95 как час на такси работать достойная оплата яндекс тоже поднял уже до 21 процента комиссию 21 процент каждого заказа нет серьезно дико тоже прям много сейчас единственное надо сделать 45 заказов не гарантированно в день до получишь 42 тысяч в день да ну это физически реально сделать и остаться вечером хорошем самочувствии 45 заказов да вот мы сейчас с вами едем уже 10 минут поездка вы до нас там 5 минут ехали грубо говоря 15 минут ну вчера вот например я работал я вышел 8 утра через триста метров поверните налево на улицу решата и мусульма обдулинах пол пятого я закончил то 27 заказов 27 за 8 часов работы 8 с половиной и вы на обед на явно не ходили на часовой это так остановился перекусил да как же делать 45 если например крутишься по центру города это возможно сделать в плане того что пробок нету и заказы они короткие заказы там бывают и по 5 по 10 минут у нас чаевые тогда огромное спасибо удачи вам спасибо большое спасибо спасибо и так вот он наш магазин рекомендовали его сказали хороший магазин спасибо торговый зал здрасте хотели спросить почему видеокарту вас если наличие вот какая-нибудь самая дешевая и самая дорогая просто понять какие цены житы 10 10 а самое топовое дорогое что сейчас есть вот что прям сегодня забрать ясно и все в наличии дефицита никакого нет если там несколько сразу брать круто спасибо за информацию вот такая история конечно да где-то что-то там не супер люксовый торговый центр но по отзывам это один из лучших магазинов по продаже железа комплектующих компов ну и вот пожалуйста все наличие дефицита нет и так следующее место куда мы едем это рынок нам посоветовали место которое называется центр сотовой связи студент 30 минутах езды 20 минут ехать отсюда ставить вызовем комфорт плюс и к 5 неплохо круто все нравится классно это чего школа а колледж а что за колледж что значит на кого учитесь классно это здорово уважаемая профессия спасибо я думаю какой название по приколу правда называется студент центр мобильности ох 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 так это наше место наше наше да вот смотрим чё почем какие цены а у вас новой ли был новый и новый было А вот вопрос. Где дешевле? На аэровокзале или у вас? А сказали на аэровокзале. Сказали, что с аэровокзала везут сюда, якобы. Нет? Прямо и работает. А вы откуда везете? В Дубае. В Дубае все? Законобразно. 808? Серьезно? Да. Ух ты, это ваш? Личный? И вы готовы его продать? Нет, я же продаю. Хороший телефон. Там вижу и продаю. Сколько такой стоит? Вы ушли 470. 100% ерунда стоит. 2 месяца активации. Здесь весь еще на гарантии. А комплект? В комплекте все есть. И коробки, и зарядки? И отличная сборка. Понимаешь, что я. Какая? Я отличная. Вон инфицированная версия. Евростандарт. Вон в Альте отсюда. Здесь японцы, они понешевле. А какой у вас самый дешевый? Не самый старый, но чтобы работал нормально. Здесь 20-20. Вот это второй есть. 85 тысяч. Белый, ух ты. Прости, 85 тысяч деньги. Памяти? 64. Огромное спасибо. Удачи, спасибо. А это настоящий телефон? Вот это вот. Да, да. Можешь канал смотреть? Здрасьте, спасибо большое. Сейчас смотрю. Скажите, где самые низкие ценные смартфоны? Здесь или на аэровокзале? На аэровокзале больше ремонтированных. А-а-а. Здесь более такие, что проверенные телефоны. Да? Дорого, да. Серьезно? А у вас есть что-то интересное? Да, можно сходить, пожалуйста. О! А откуда они все? Люди приносят и спали. Ага. Ну вы их там проверяете, чистите, смотрите, да? Сколько тут памяти? Туль 64. А модель как называется? Poco M3. Poco M3 за 60 тысяч. Так, и вот новое. Новое. Несколько цен. Redmi 10. 128 гигов, 109 тысяч. Здравствуйте. А это все у вас на гарантии телефоны? Новое? На официал. Мы у нас уже сегодня были. На другой точке. А вы тут знаете? А у нас платоза счета едет. Серьезно? Да. У вас чатик, наверное, есть, да? Да. Да, с вами познакомиться. Спасибо, да, взаимно. И как вы сейчас тут чувствуете? Среди вот... Хорошо. Нормально? Да. А люди, кому ходят, покупают? Конечно. Тут же все типа вокруг. У нас банки есть. В смысле? У нас есть разрочки, кредиты. А люди много берут в кредит? Очень много. Какая оптимальна, с вашей точки зрения? Вот самая оптимальная? Самая оптимальная. Чтобы недорого, и чтобы прям почти плотно. Это минут один сейчас самый кошел смарт. Это который? Вот этот вот, да? Да, вот этот. Ну вот. Новинка. Россия, кстати, недавно презентовала. 99. У нас уже полтора месяца назад вышла. Одиннадцатый восемьдесят девять. Одиннадцатый... Это разница в памяти. А, 128 гигов. Да, да, да. А торг уместен? Торг? Да. Нет. У нас не торгует. У вас прям по чеку все официально. Ладно. Спасибо большое. Пожалуйста. О, смотри, тут даже вон пирожки продаются. А почем вот два яичка с сосисочкой? Сколько? Шестьсот. Просто шестьсот. Это что, сто рублей что ли получается? Эппл пэй? Ммм. Огромное спасибо. Так, едем в ЦУМ? В ЦУМ. В ЦУМ. Сказали, в ЦУМ нужно обязательно заехать, потому что надо. Сказали, значит, поедем. Циклотрест нам надо поменять. Дальше. В дождь. Здравствуйте. Так, а как вы на Лексусе катаетесь, а в такси работаете, хватает? У меня машины продают. Машинами вы занимаетесь? Вот эти машины. Тендерами занимаюсь. У меня строительная компания, своя Тошка есть. Ооо. А сколько стоит какой-то Прадо взять? Пятилетний? Ну, примерно. Нет, пятилетний я не вожу, потому что трехлетний. А трехлетний? У меня 15-го года, я минимум где-то 27, у меня полная комплектация. Трехлетний Прадо? 27 миллионов? Нет, трехлетний Прадо будет где-то, четырехлитровый будет где-то около 30-32 миллионов. А 2,7 где-то будет около 30. А откуда вы возите? Сразу вниз, тогда скорее. Ну, леворульные все? Да, все леворульные, но мы не привозим. Понятно. Ладно, спасибо большое. Счастливо. Решили прокатиться на метро. В Алматы есть метро, причем оно в активной фазе, оно еще и строится. Сейчас строятся две новых станций. А где люди-то все? Вообще никого нет. А, вот человек, смотри, идет. На казахском, на русском, на английском. Сколько стоит водичка в автомате? Ну, все мы знаем, у нас там в крупных городах 50-100 рублей. Смотри, в аэропорту рублей 200. Здесь стоит 150 тенге. Что такое? Здрасьте. 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 Как поживаете? Нормально? Ох, ничего себе у вас. А как? Ключи. Это вот каждый раз такой досмотр получается? А? Каждый раз у всех такой досмотр? Да, досмотр. А если там 100 человек заходит, очередь что ли будет? Нет, очередь не будет. Как не будет? Каждого досмотреть. Время-то занимает. Вы, наверное, не местные. Не местные. А на каждой станции такой досмотр? Да. Давайте. Что-то у вас тепло поломалось. А? Стекло поломалось. Здесь снимание. Камера там можно. Есть? Да. Добрый день. Будьте теперь два билетика. 160 тенге. Сюда, да? Сюда, да? Так. Добрый день. Он со мной. 12 рублей стоит метро. 12 рублей. Вот такое новое, красивое, офигенное метро за 12 рублей. Интересно, что нет контролера, дежурного, у эскалатора внизу. У нас сидят? У каждого? Здесь нету. И людей нет. Это главное преимущество Алматы. Здесь мало людей. Как живется в Алматы? Да, я студент тут. Студент? Да. Нормально живется? Да, живется нормально. Сколько лет? 18 лет. 18? Угу. На кого учишься? На кого учишься? На айтишнике. На айтишника? Да. А какая страна больше нравится? Ну, страна моей мечты – это Исландия. Исландия? Да. Ну, это хороший выбор, спору нет. Во, во, пара вас, смотри. А это новый поезд? Да. Новый поезд? Да нет, не старый. То есть они всегда тут такие? Да, всегда. Да. И что в Исландии чем лучше? Молод я. Вот Антон очень раз смотрел часто. И вот прям сильно зашла к стене. И эти 330 тысяч исландцев живут очень современно. Электрокара, геотермальная энергетика, бумажный денег я вообще за неделю не видел ни разу. Да. А сколько зарплата считается? Ммм? Зарплата хорошая считается? Зарплата хорошая? Да. Ну, от 300-400 тысяч в месяц. И если в Алмате быть, то в Алмате огромный трат. Сколько тратишь на связь на сотовую? На сотовую это 600 недель в месяц. И сколько-то минут интернета? Сколько-то в комплекте? Ну, это 6 гигабайт. 6 гигабайт всего? Да. Немного. Да. 6-12 гигабайт. А интернет сколько стоит? Домашний? Безлимит? Безлимит вот 5 тысяч. Да. А ты куда едешь? Да вот, на станции АБЭ. Там университет. Университет? Да. На учебу? Да, на учебу. А учеба бесплатная? Бесплатная. Да, платная. На комиссию. А бесплатные же есть университеты? Ну, это те, кто награды сдали. Сколько стоит, если не секрет, научение? Ну, обучение это миллион тенге. В год? Да. Миллион тенге в год. Вот это все полное. А общага есть? Общаги нету. Есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Удачи. Вам рада. Пока. Здравствуйте. Дистинк смотрю. А вы что здесь делаете? А я здесь IT. А? IT-специалист. Живу здесь. А сколько арендовать квартиру стоит? Неских тенге. Ну, если более-менее нормальные, нам по 200 тысяч. 200 тысяч тенге в месяц? Да, это... Двушка? Да, двушка, только более-менее с вимонтом. Выходим? Так. А говорят, что много кредит берут очень. Да, я предполагаю, что у нас такая, что берут кредит, и тут относят ломбард. Что-то я не понял. Да. Потому что не всегда одобряют именно денежный кредит, а технику без проблем. Я не понял вот эту историю, что вы говорите, что часто берут кредит, но не несут ломбард. Как-то это... Да, потому что... Хорошего мало в этой истории. Кредит не дают деньгами, но дают кредит на покупку устройства. Ну, разница же, большая получается. В ломбарде мало дают. За кредит еще проценты платят. Ну, как-то так. Выживают все по-разному. И я вот себе буквально недавно получил, кажется, в цене взял в ломбаре. Вот прям новый такой. 15 цифров было. Так. Если в цинге, это 300 тысяч. А когда новый стоит где-то... Ничего себе. Бывает так, что сейчас пик на самокате в метро не протолкнулся. Ничего себе. Частенько вот так и здесь делаю. Беру самокат. Так. На метро еду до офиса, и вот в этой части города уже на самокате. И вечером домой также. Что у вас? Редми. Вы вроде богатый айтишник. Ага. Он начинающий айтишник. Это наш таксист, что ли? Смотри, он тоже приехал. Спасибо большое. Да. Спасибо за уделенное время. Счастливо. Клево, таксист наш. Мы ехали на метро, а он на машине до сюда ехал. Когда вот еще можно доехать на метро и на машине одинаково? В Алматы. А в Москве бы он только еще второй поворот проходил где-нибудь на светофоре стоял. Паркинг Хотели показать вам паркинг. Тут платный паркинг. Ну, мало где, но вот видите, как аккуратненько все. Мы в центре у ЦУМа. Все стоят прям ровненько, чистенько. Значит, платный паркинг 100 тенге в час. В Москве сейчас парковка стоит до сколько? 450 рублей в час. В центре 450 рублей в час. 100 тенге, пожалуйста. Полиция. Посмотрите, какая машинка крутая. Туристическая полиция ей специальная. И ЦУМ. Идем в ЦУМ. Мы находимся в ЦУМе. Но чтоб вы понимали, насколько местный ЦУМ – это не ЦУМ в нашем понимании, где ЦУМ – это дорогой магазин. Совсем вот таким вот. Здесь даже туалет платный. Стоит 50 тенге. Платный. Туалет. Туалет. Квандайк. Извините, вы сказали, 880? Да. А у вас что-то точка? Да. Пойдемте покажите, какие цены. Что продаете? Телефоны БУ. БУ. Так, а где? Вот это вот? Вот это вот. И у вас тут тоже емкость указана, да? 87% емкость. Почем? Вам в тенге называть, да? Да, можно в тенге. Так, можно в тенге цены 365 тысяч рублей. 365 тысяч. Откуда он? Регион. Ну вообще, откуда он? Откуда вы? К нам клиенты приносят телефоны. Так. Они получаются просто. Нужны деньги, они могут подать кредит, подают. Мы просто купим подешевле. А много так приносят? Ну, смотря когда как. Ну, когда нужны. Рейм-казиком побольше. Серьезно? А как народ вообще живет? То есть, они берут там где-то в кредиты эти телефоны, потом тут же не судьбам получается? Нет. Они пользуются, покупают новые модели. Они так же берут кредиты, старые отдают. Дальше, дальше, дальше? И что, успевают и кредиты платить, и все отдавать? Этого я не знаю, вот. А у вас какой аппарат, если не секрет? У меня самого? Да. Да. Это мы вот для себя только здесь. Для себя. Для себя. Вот. У меня семерка. Айфон? Да. И довольны? Вы продаете 12-13, а сами семеркой ходите? Ладно. Спасибо большое. Давайте, давайте. Здрасте. Правда? Да. А что вы тут делаете? Точка у вас? Точка? Продаете? Нет, я смотрю просто у вас. А покупаете здесь? Да, давайте, да. Спасибо. А вы вот здесь себе покупаете телефон? Нет. Здесь? Тут же был в основном, нет? Нет, был. И новый? Айпоинт у вас есть, официальный ресейлер? Да. И все равно вы приехали сюда? Да. А какой у вас сейчас? 13-19? 13. А зачем вам еще один? Ну, это другой. То есть, вот люди прям сюда приезжают. Я думал, тут кто приезжает, кто хочет сэкономить? Нет. То есть, тут хорошее качество, гарантии, цены. Круто. Все, огромное спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое, да. Вот такая история. То есть, даже, как бы, вот, уважаемые, так сказать, люди с достатком, как мы успели заметить, покупают здесь аппараты. Более того, продавцы, ну, многие говорят, что тут дешевле всего. Хотя нам там сказали, что там дешевле всего. Но цены более-менее примерно везде одинаковые. Так, снова охрана. Убираем, убираем. Итак, ситуация примерно понятна. Что у нас осталось? Правильно, Starbucks, который есть в Казахстане. И работает прекрасно, и все хорошо. На самом деле, остался автомобиль. Тут есть несколько официальных дилеров. Счастливые дети, Starbucks работает, все есть, смотри. Все хорошо, никаких запретов, все нормально. Так как мы не специализированы на канал про автомобили, поедем к официальному дилеру Toyota, посмотрим, что такое. Я так сейчас понял шутку. Про канал про автомобили? Про специальную. Да. Здравствуйте. Кирилл только сейчас понял шутку. Короче говоря, сейчас мы перекусим и поедем, посмотрим, сколько стоят автомобили Toyota. Новые автомобили Toyota в Алматы. Ну, давайте посмотрим. Здрасте, мы зашли посмотреть, что почем, какие цены. А, вон цены, смотри. Чего-то далеко ходить не надо. Вон RAV4. Комфорт 16 миллионов. Люкс 2,5-23 миллиона стоит. Highlander. Ну-ка. Highlander стоит 32 250 престиж и люкс 37 миллионов. Классный. Ммм. Нравится? О, Camry, вон новая Camry. Значит, новая Camry стоит 17 миллионов. Люкс 3,5 миллиона, та самая. 25 миллионов 460. И GR Sport 3,5 литра. А как-то так дешевле. 23 960. Простите, а не вы скажете, сколько стоит вот этот автомобиль? Ценник за данный автомобиль 57 миллионов. Бум. Бум. А торг уместен? Ну, как-то такого торга у нас нет, но возможно... За допы, за кредиты, за колеса, да? Дополнительного оборудования у нас не имеется на данный автомобиль. Там уже все поставлено, да? Нет. Компания Astana Motors продает автомобили без дополнительного автомобиля. Без дополнительного оборудования. Это же хорошо. Это отлично. Такое бывает, разве? В принципе, только за стоимость автомобиля. А Pradik вот у вас стоит. А он почем? Pradik у нас первая моделька. Я еще могу купить 20 миллионов. 27 миллионов за Prado? Да. Кирилл, деньги доставай. Они у вас в наличии? Да, у нас в наличии модели. GS Sport в наличии, Prado в наличии. Все машины в наличии на стоянке есть? Не все, но некоторые модели есть. А Camry новая есть? Camry, к сожалению, нет в наличии. А когда будет? Ориентировочная дата от трех месяцев до полугода. Ух, не кисло. Но эти есть, да? Эти есть. Расскажите, а вот стоянка с пробегом машины как туда попасть? Пройдемте. Я вам сейчас предоставлю менеджера. Его зовут Оскар. Здравствуйте. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо дня. Мы вас не сильно отвлекаем? Надеюсь, все нормально. Самая недорогая из Camry. Да. Получается 18 года Camry за 18 миллионов 48 тысяч пробег. 48 тысяч пробег? Да. Скручены что ли? Нет. Это вот все, вот это вот у вас в наличии? Продается с пробегом? С ограничения, вот там стоит решетка, наборчик зеленый. Так. Так. Это получается вот до вылезки и автомобиль с пробегом. Это все автомобили с пробегом. А та задняя часть это новые автомобили, которые ранее заказывали клиенты на данный момент на этапе выдачи. Нифига себе сколько у вас. Но вы их проверяете, смотрите перед продажей? Полностью, как принят автомобиль, полностью проверяется технически, по технической части. Также юридически проверяется. Пробег 77 тысяч всего. Какие-то небольшие все пробеги. Интересно. С 2013 года, здесь также в 2013 году здесь 8 тысяч пробегов. Харо, это гуцер. Айландер, только эксклюзивный заказ. Трикус Америки поставляется. Так. А прадики и грузеры по учету пассиву. В общем, по машинам с пробегом это к вам. Да. Огромное спасибо. Все, удачи. Хорошего дня, спасибо большое. Так, Haval F7X. Во! 11 990. Минимальная цена за комфорт 2022 года полтора литра. Двухлитровый 15 миллионов. Или вот полтора литра. Полный привод будет стоить 14 490. Ну что, нормально? Нормально. В России вот столько. А у нас? Это же оговорочка такая. А в Алматы вот столько у нас. Ладно. Вроде все показали. Нужно ехать пора дальше. Выходим. Так. Что? Куда? Сюда? О! Chevrolet Aveo. Или она же Nexi. 6 650. 29 тысяч пробег. Kia. Rio. 2021 года. 17 километров пробег. Считайте, новая машина. 11 200. Может быть цена не финальная. Может быть. RAV4 8700. Lexus 27 тысяч. Пробег 29 819 год. И ребятки, вашему вниманию. 21 Волга. Причем цена 40 миллионов. 40 миллионов за это. И 27 миллионов вот за этот Lexus. Да. Механика 2.4. 192. 1967 год. Ребятки. Вот на этой интересной ноте заканчиваем наш огромный материал. Огромное спасибо всем продавцам. Жителям города. И всем, кого мы сегодня видели. За терпение, гостеприимство и доброжелательность. Алматы приятнейший город. Приезжайте посмотреть. Погулять. Если понравится. Ну. Дальше сами знаете, что делать. 40 миллионов. Может торг есть? Сейчас узнаем. Ждем ваш комментарий. Всем терпения и добра. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова